всем привет пишем снимаем так сегодня поговорим на интересную тему сколько же все-таки зарабатывают наши великие умы то еще учит деток очень взрослых в общем сколько зарабатывает тренер по шахматам тема интересная потому что на будущий год планируется много работать планируется много тренеров сейчас у нас ребята очень хорошо все работают все рады с каждым я переговорил есть до некоторых местах вопросы но сейчас разговор не об этом мы сейчас с вами поговорим все таки можно ли вообще зарабатывать на тренерстве но очевидно что можно конечно то есть как и любой фитнес инструктор что мне кажется наиболее актуально на сегодняшний день стать тренером качком и тренировать собственно молодежь писать программы тренировочные комплексы упражнения и также программа питания составлять это тоже входит в тренировках наставничество скажем так вот тренера же по шахматам это умственная работа в основном психологическая работа и она отнимает очень много сил как эмоциональных так и физических и порой приходишь вечером домой просто ложишься спать потому что дети есть дети то есть где тем нужен индивидуальный подход если мы взрослых можем всех согнать под одну гребенку и сказать делать выполнять что-то то дети могут сказать вам нет может может случиться так что ребенок отплачется не в настроении так далее со взрослыми все проще я работал тоже со взрослыми но давайте сегодня поговорим все таки о тренерстве детских шахматах то есть как же работать с детьми поговорим мы конкретно и его финансовой составляющей и про работу в целом работа тренером на самом деле очень интересная многообразная функционально мы выполняем очень много задач то есть для начала каждому занятию конечно по хорошему нужно готовиться у любого тренера должна быть своя программа он либо берет программу готовую это различные методики их в интернете полным полно очень много тренеров выпустили свои методики по которым сейчас занимаются в школах садиках то есть но я все-таки предпочитаю чтобы каждый тренер вводил какую-то свою изюминку был такой ученик у моего тренера изюмок фамилия вспомню вот в общем эта изюминка это очень важная составляющая которая через которая тренер будет раскрывать свою личность перед детьми то есть они будут чувствовать не подачу из книжки а именно тренерский тренерскую харизму тренерский какой-то тренерский быт может быть даже то есть эмоции прямые не просто мы читаем с книжки рассказываем то что выучили а тренер может даже где-то приврав например в той же истории возникновения шахмат он может придумать что-нибудь свое докрутить я так часто делают детям очень интересно конечно но это относительно все хорошо но мне кажется что лучше так чем никак поэтому если вы хотите что-то добавить что-то приукрасить это будет только плюсом главное не привирать цифрах фактах это важно то есть факты что шахматы у нас из индии это должны дети знать как азбука вот давайте перейдем непосредственно все таки к тому может ли тренер по шахматам жить на заработанные деньги и вообще развиваться как личность значит среднем я не буду говорить по городу я буду говорить в общем что тренер по шахматам может зарабатывать от пятидесяти тысяч рублей эта сумма вполне реально то есть вот эта сумма подъемная в месяц конечно а из чего она состоит это индивидуальные занятия и групповые занятия то есть чаще всего в процентном соотношении индивидуальные групповые у тренера который ведет к результату работает в шахматном клубе или в детском центре у него групповых занятий 70 процентов индивидуальных 30 скажу честно в какой-то момент у меня было так что 50 на 50 это для меня это не было хорошо дело в том что когда вы идет ведете индивидуально детей специфика работы изменяется настолько что вы должны будете готовиться не группе не подготавливать задачи например на равную группу а вы должны будете каждый день готовиться к разным пяти десяти детям у каждого свой уровень у каждого каждый живет чаще всего в разных концах города если вы ездите по городу то есть но это достаточно проблематично с точки зрения психологической и подготовки в целом шахматистов еще один минус большого количества индивидуальных занятий дети должны играть через интернет не предлагайте ребенок 5 10 лет он не очень любит играть по интернету и игра в реальности она ни в коем случае не сравнимо с игрой через интернет также как занятие по интернету не сравнимо с занятием лично об этом еще поговорим сейчас не об этом у нас с вами сегодня финансовая тема 50 тысяч из чего состоит значит среднем одно индивидуальное занятие как правило стоит 600 рублей эта стоимость средняя можно и сделать больше в зависимости от региона но как показывает практика 6 соток это у нас такая тренерская 6 сотен в час некоторые берут до 45 будете спорить куча будет вопросов поймите 6 сотен групповые занятия в групповых занятиях все сложнее здесь конечно нужно подразделять на муниципальные занятия на частные частные смысле не индивидуальная а частные группы то есть это группы в тех же детских центрах каких-то развивающих то есть очень это актуально и сегодняшний день мы также работаем то есть групповые занятия приносят тренерам от 1000 рублей я тоже возьму среднюю стоимость хотя здесь конечно мне здесь конечно это не совсем будет правильно потому что у нас вот например у нас привязана к количеству детей количество детей у нас 68 человек группе давайте возьмем не тысячу это будет не совсем правильно немножко приврем если у нас будет тысяча давайте возьмем все-таки по-честному те же самые 600 рублей договорились то есть тренеру в принципе без разницы с этим не согласен либо он пришел отработал индивидуалку получил свои 600 либо групповое да действительно так но ценность вы понимаете тут тоже есть своя ценность об этом можно поговорить с вами и на самом деле она я не говорю что это не нужно это нужно но вот это в первую очередь двигаемся дальше 600 600 у нас получилось знаете сколько занятий должно быть здесь и здесь чтобы получить эти 50 в месяц также не забывайте про налоги да это отдельная тема потому что сейчас все очень-очень-очень ужесточается с каждым годом и тех же репетиторов давным-давно уже начали проверять на переводы кого из карты сбера то есть это все ваше портфолио уже идет поэтому но приготовьтесь в любом случае платить какие-то подоходки это нормально вот давайте все таки поймем как получается вот эта сумма мы не будем умножать сейчас делить это все процентном соотношении хотя можно и так мы пойдем от обратно посчитаем в среднем сколько занятий в месяц даже не в месяца в неделю один тренер проводит сколько часов где даже правильный так групповых занятий начнем с того что одна группа занимается два раза в неделю это прямо такой вот аксиома такая аксиома которую изменить довольно сложно но есть исключение будем спорить не будем усредненно одна группа два раза в неделю в одной группе у нас соответственно 600 рублей и мы умножаем ее на 600 получается да и соответственно мы это все должны умножить на 4 чтобы получить месячную прибыль с одной группы ребят вот эта сумма это уже за вычетом всех налогов и оплаты аренды это очень важно потому что в эту сумму она должна быть больше уже входит оплата администраторов которые прозванивают детей это если детский центр касается уборщиков аренды и прочее что там очень много составляющих на самом деле конечно же если вы открываете свой центр развития или шахматный клуб у вас эта сумма будет выглядеть по-другому не забывайте амортизация аренда оплаты операционный расход и будем умными словами сегодня кидаться по любому какую-нибудь ерунду на говорю так давайте умножать одна группа два раза 600 на 4 у нас 2 400 2 400 на 24 800 эту сумму честно говоря я получал довольно часто это так называемая минималка минималка в среднем с одной группы то есть на самом деле цифра вполне реально нормальная при занятости один час два раза в неделю шахматист получает в месяц 4800 соответственно при занятости если вот это сколько работаете в день 12 часов хорошо возьмем весь при занятости 10 часов мы умножаем эту сумму на 10 получаем вот это понятно так она в принципе и работает и это прошу вас заметить два раза в неделю если тренер по шахматам работает больше это пробивается очень легко понятно вот это у нас минималка в принципе абсолютно реальный деньги то есть нормально вот перейдем к умножению дальше сколько в среднем групп у одного тренера очень спорный вопрос честно говоря я работал и муниципальных учреждениях и в частных и индивидуально очень много проработал и сами мы группы собираем и в интернете то есть на самом деле кстати да не забудьте индивидуальные подразделяются еще на с выездом без выезда когда у вас дома и еще по skype сюда тоже можно skype отнести но вот лично по моему мнению это групповое skype это извращение хотя конечно вы можете опять таки спорить со мной но у меня показала практика что это так потому что либо у вас должна быть очень сильная группа то есть группа ребят которым реально интересно и вы знаете что он не ковыряется в носу во время того как вы рассказываете взятие на проходе то есть но это начинающая группа и вряд ли они будут сидеть тем более по skype все вместе пусть я это вижу только есть в том случае если рядом с ребенком который занимается по skype будет сидеть родитель ему так в нужный момент но это тогда тоже немножко извращенно ставим так 4800 сколько групп в месяц способен обслужить тренер по шахматам хорошо выучить что это же это за цифра и ну вот смотрите давайте так давайте оттолкнемся от того сколько шахматистов вообще всего это будет честнее на самом деле шахматы занимается достаточное количество ребят детей и начинающих и уже продвинутых то есть хватает в принципе всем даже если вы только-только начали этим заниматься у вас всегда будут клиенты если если конечно вы не открываетесь в соседнем подъезде с уже каким-то тренером который уже работает давным-давно и его все знают то есть вероятность того что пойдут к вам даже при меньшей стоимости она конечно есть но должны быть еще плюшки ладно 4800 сколько групп как вы думаете я возьму сейчас среднее среднее по больнице это три группы в день это честно среднее три группы в день вот три группы в день на пять дней это минимум это минимум любого шахматиста тренера три группы в день на пять дней на четыре недели на 600 рублей сейчас я не заношу два раза потому что у нас уже это учтено а вот в этом 3 умножить на 5 то есть три группы в день эти группы они распределяют то есть какая-то группа ходит два раза в неделю какая-то группа может даже один какая-то группа ходит три раза чертим такое кривое равно сколько же у нас получится математика ну и цифр тут получается 15 мы должны умножить на 4 будет 60 я так понимаю 60 умножаем на 600 получается 36 сколько на ли 3 а вот так получается обидно узнаю видно ли он решил у меня фломастер больше не рисовать поэтому уж извиняйте в общем был часть 36 тысяч рублей 36 тысяч рублей вот напоминаю что из этой суммы уже должны учитываться налоги они выплачиваются либо работодателя либо работодатель должен включать и говорить вам что сюда вам еще нужно оплатить налоги по-хорошему и вы уже сами решаете то есть хотите вы не хотите очень многие работают конечно кто как поэтому тут я не склонен пропагандировать что-то одно вот ну суть такая далее идем идем индивидуальное занятие индивидуальных занятий у тренеров может быть очень много я не буду расписывать их отдельно на skype и на персоналке обычно в реально я просто напишу в среднем сколько вместе давайте начнем с недели конечно сколько в неделю кстати неделя у нас бывает именно 4 то есть у нас конечно же не 20 дней недель но я брал без выходных где-то 21 8 выходных у нас стабильно в месяце бывает бывает больше да вот но не менее 8 индивидуальный я сброшу таким образом как будто бы суббота и воскресенье у нас чистый индивидуал хотя индивидуальными занятиями занимаются и по будням но мы с вами возьмем минимум минимум возьмем который тренер покрывает любой нормальный тренер есть конечно тренера у меня есть тренера которые работают два раза в неделю и работают с 4 до 8 то есть это 4 даже с 4 33 с половиной часа ну и в месяц получается в районе 15 тысяч это это здорово то есть не меньше это нормальная зарплата уборщицы поэтому ребят шахматы это ваше все далее индивидуальные занятия шесть сотен окей конечно есть тренера которые берут больше есть тренера которые берут меньше шесть сотен не разговариваем про это а сколько индивидуальных занятий тренер проводит в месяц на самом деле а вот эта цифра ее очень сложно взять средний потому что кто-то делает на индивидуалке упор есть кстати примеры вот интересный пример если человек инвалид но он он может заниматься только например из дома или то у них выход это skype и они настолько сильно загружаются скайповыми индивидуалками что тут нет ничего вот тут и не то не то что тут а в skype индивидуальные у них все поэтому случаев очень много то есть они абсолютно разные кто-то здесь загружается не вот так а вот так но я видел таких людей они долго не живут чаще всего либо живут но очень мало дают то есть какой-то момент не забывайте что в какой-то момент количество перестает выдавать качество то есть она влияет на качество качество у нас нашей работе очень важно поверьте не нужно тренировать детей которые потом чего-то не могут ну то есть нужно отпускать ребенка и понимать что ты ему дал даже каждый день то есть какая-то отсечка вот сегодня но это опять к вопросу о программе каждого тренера то есть о его чистолюбие и так далее не в этом речь индивидуальные занятия индивидуальных занятий сделаем так субботу и воскресенье по 5 штук я не буду объяснять почему как это 10 индивидуальных занятий недели то есть мы их просто раскидаем на субботу и на воскресенье скажу честно так не бывает ни у кого то есть все равно кто-то занимается еще в субботу у кого-то в субботу воскресенье турниры также турниры бывают оплачиваемые не оплачиваем это тоже очень интересный момент на самом деле я за материальное вознаграждение всего чтобы вы не делали если вы делаете это в своей сфере то есть если вы делаете что-то новое и первый раз например то делать и бесплатно ну это моим 600 мы умножаем на 10 это получается получается 10 6000 6000 мы умножаем на 4 получается 24 так давайте сделаем так все таким почестнее возьмем можно конечно взять 24 у нас получится эти 60 тысяч в итоге но 10 занятий в неделю дайте-ка подумать 10 занятий в неделю давайте возьмем 5 занятий это будет более честно то есть 5 и умножаем их на 4 очевидно так решила меня решил мастер подвести окончательно видимо я с ней ничего и не сделал так в общем 5 на 4 20 20 20 на 6 ух 10 5 занятий все правильно на 4 до 20 очень многовато получается 5 занятий а у меня нолик лишний изменяюсь конечно это у меня буква r было что-то я там я нолики просто начал считать стуру зря 20 на то есть 2 на 6 12 12 в общем так все очень просто надеюсь там видно все потому что конечно фломастер подводит 12 плюс 36 сколько получается 48 и того мы получили такую вот замечательную цифру 48000 это может получать тренер по шахматам до 50 до считать несложно то есть где-то докрутить где-то это называется декомпозиция нас этом учили москве я ездил на курсы очень интересная кому интересно могу рассказать что там было тоже но суть в том что нарисовав этот рисуночек перед собой желательно его рисовать с обратной стороны то есть вы должны получить цифру а потом уже смотря вот сюда вот вы понимаете где можно изменить цифру можете изменить цифру вот здесь вместо 600 поставить 800 правильно вы можете изменить цифру где вот здесь тоже поставить что-то другое вы можете изменить другие цифры количество до занятий можете изменить еще добавить сюда вы можете добавить что чем еще можно заниматься в шахмате я вам перечислил вы можете выпускать тетрадки по шахматам книжки это тоже некоторая статья она не такая большая но если ваши объемы будут неплохими а когда человек занимается достаточно долгое время чем-то то в любом случае его объемы когда-то становится больше он уже может позволить себе больше и соответственно оборачиваемый средств тоже увеличивается вкусный чай с жасмином зеленый вот то пожалуйста то есть вот это это минимум который может тренер обеспечить просто начав заниматься преподавать шахмат то есть нужно прийти групповые занятия это в каком-то клубе центре то есть до чего вас мозги дойдут кто-то открывает центры это тоже возможно это тоже нормально там тем более вы можете сделать собственный бренд так далее то есть свою обстановку лакшери то есть кто-то любит попроще кто-то минимализм и так далее да даже фигуры оставлять там это здорово знать что это твое помещение выкуплено то есть помещение это здорово на самом деле про помещение могу отдельно рассказать истории но лично мое отношение к этому но если нужно так также можно заниматься сборами очень неплохо москвичи питерцы делают то есть шахматные сборы мне нравятся сейчас не будем тоже пытаться брать примеры интересны турниры турниры до турниры единственное в турнирах не забывайте что важен результат и финансы не вот эти цифры а в турнирах очень важно чтобы дети понимали зачем пришли то есть если вы этого не сделали если не хочется идти на следующий турнир такой турнир не нужен это чисто мое послание давайте делать чтобы хотелось еще все так нужно делать везде но про турниры особенно то есть это очень важно как сейчас очень много возможностей очень много хоккеистов теннисистов футболистов давайте не забывать чтобы шахматы у нас не простаивали чтобы мы не просто там все зарабатывали тренера а чтобы в шахматах были дети которые вам это все и платят нужно чтобы они хотели туда прийти они должны получать разряды они должны я сам очень долгое время пытался выбить наконец-то разряды сейчас у нас это получилось это великое чудо сложило мое месяц мой месяц сложился после этого то есть ну на самом деле ладно не обо мне речь в общем мы очень рады что у детей будут разряды и на самом деле это было самое важное на этот год честно говоря вот ну в общем ребят вы сами видите что на любимом деле оно должно быть любимым это тоже очень важно на любимом деле вы можете зарабатывать реально хорошие деньги нормально эта цифра она небольшая то есть ввиду того что доллар евро да x2 рубль упал на два раза эту цифру смело можно поделить на два об этом не забывайте потому что продукты дорожают и нужно бежать нужно бежать ногу со временем и когда например говоришь родителям особенно тех кто пришли из муниципалитета играть в турнир и они просто говорят что блин ребят это дорого ты просто разводишь руками и не понимаешь как почему ну тут просто нужно двигаться дальше и поверьте у вас будут приходить те кто знает за что он платит вот и все я знаю что в москве в питере вот эти цифры они совсем отличаются сильно в большую сторону могу об этом тоже рассказать я поработал в москве в питере тоже интересно истории есть вот отпишитесь если кому интересно я с удовольствием расскажу об этом и ребят не забывайте про то что эти цифры это все здорово но налоги платить надо то есть вы должны все равно вы живете в государстве и выплачивать налоги нужно спасибо надеюсь всем понравилось вот в общем если какие-то вопросы пожелания может быть будут какие-то ругательства и об этих цифрах пишите можем пообщаться мне в принципе тоже это интересно вот эти цифры в принципе составлены ну по моему стажу десятилетнему то есть я их ну реально ощущаю эти цифры это нормально вот кого-то больше у кого-то меньше это нормально то есть самая важная вещь хотя они все важны но еще одну важную вещь я забыл сказать не важно не важно ваше звание абсолютно вот тренер гроссмейстер вот в этом не важно вот в этом оно важно в профессиональных шахматах не забывайте что везде есть точка приложения то есть каждый человек должен найти себе место если он это место нашел на карте крутануть глобус так и ткнуть и вот он нашел это место то эти цифры они могут быть абсолютно любыми то есть какие вы скажете главное чтобы это было ваше место и вы там нужны не нужно лезть в какие-то ну для меня вот очень интересный например вариант когда гроссмейстер сильный который сам практикует обучает начинающих ребят окстись не должен гроссмейстер обучать начинающих как думаете почему в общем спасибо за то что послушали посмотрели если интересно напишите что-нибудь мы с вами разберем следующую тему именно финансовую или какую-то шахматную нужно об этом говорить об этом нужно кричать потому что ну люди работают в такси хотя хотя например умеет достаточно неплохо играть в шахматы либо работает на на полставки в шахматном клубе хотя ну реально растит чемпион в таких случаев много я сам вытаскивал таких ребят все очень рады то есть все кто работали в шахматах они рады этому но не забывайте что мы с вами работаем с детьми это настолько хрупкий материал будьте просто бдительны улыбайтесь чаще спасибо всем пока